МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, я так понимаю, что это попытка пожарных сейчас потушить хоть что-то. Там почти один квадратный километр, если я не ошибаюсь. Сейчас меня специалисты поправят. Я пока представлю. Сегодня в студии Зулфухар Жолдасов, замдиректора Комитета экологического регулирования и контроля Минэнерго. И коллега, его также из Минэнерго, Кудаикберген Арымбек. Он замдиректора департамента госконтроля в сфере углеводородов и недропользования. Итак, вот понятно, что это что-то сделали не то буровики, да? Вот та компания, китайская компания, Сибу, которая сейчас на месторождении Коломкас бурит скважины, и уже довольно давно, с 2010 года, как удалось мне узнать. У них лицензия-то есть? Да, да. То инженерно-муровая компания Сибу имеет лицензию на проектирование, эксплуатацию горных производств, нехимических производств. Ну, имеет именно несколько позиций, в том числе по бурению скважин на суше. Дата выдачи лицензии, первичная, 2009 год, ну, если на сайте e-license посмотреть, то имеет первоформную лицензию от 24 апреля 2017 года. У вас, как у представителей госорганов, не возникало вопросов компетенции этой компании, потому что, ну вот мы видим это видео, там горит один квадратный километр, вот, собственно, и это газ. Слава богу, что не нефть, я так понимаю, да? По данной компании, получается, при получении лицензии они подтверждают свои квалификационные требования, для чего там подают пакет документов, наши специалисты на местах проверяют, и по результатам, ну, разрушения контроля выдают, получается, лицензию. У данной компании, получается, на месторождении Каламказ, ну, в целом, на месторожениях Акционерного общества Магиславный газ работают с 2010 года. Вот таких случаев не было? Ну, пока не было, это, получается, первый случай, и, ну, примерно на 400 пробурных скважин. На 400 пробурных, с 2010 года, да? Да, ну, получается, это Каламказ и другие месторожения Магиславный газ. Давайте, да, сейчас подробности еще обсудим. Я бы хотел экологический вот аспект затронуть. Вот это все, это не катастрофа? Это что, как вы ее классифицируете вообще? Это ЧАЭС? А вы знаете, чтобы, ну, уже быть конкретным, мы, знаете, 13-го числа сразу же выехали. У нас находится постоянная передвижная лаборатория. Мы отобрали сразу же пробы атмосферы, воды, почвы. На следующее время критической ситуации мы не увидели ни на рабочей зоне, ни на санитарной зоне. Более того, был вопрос о том, что может быть влияние на ближайшие ширины, расположенные в Каспийском море. Ближайшая дамба Каспийского моря находится 4,5 километра от месторождения. А жители? Укрепленная дамба. А ближайший населенный пункт находится в 70 километрах. То есть, в принципе, угрозы для населения или для водного объекта для Каспийского моря мы не наблюдаем. На, в принципе, на территории у нас постоянно мониторинговая служба находится, лаборатория. Мы отбираем все вопросы. Мы сейчас критическую ситуацию не наблюдаем, не видим. Что сейчас там происходит? 25 марта, если официально смотреть, сегодня вице-министр заявил, в 5 часов 46 минут произошло возгорание очага газа в водяной смеси. До этого телезрители мне вот сюда, когда мы с вами встречались по рыбе, по отраву, мне сюда присылали, собственно, бурлящий вот этот фонтан. Вот сюда на WhatsApp это видео. Мы его начали уже отрабатывать, запрос отсылать в соответствующие органы. И ничего не предвещало беды. Что произошло, если посмотреть пошагово? То есть, ну давайте, бурение, да, пошло? Сколько нефть там залегает? Она же не глубокая, да? 900 метров. Проектная глубина скважины 900 метров. Скважина на момент внешнеотно-ситуации пробурена была всего на 435 метров. Получается, при цементированном кондукторе и дальнейшем во время ожидания затвердения цемента произошло интенсивное газоводопроявление между направлениями и кондуктором. После герметизации устья скважин уже вокруг буровой площадки произошло водогазопроявление в 13 местах в виде грифонов. Получается, в районе данной скважины получается 13 очагов грифона. Грифон — это выброс газа вместе с водой, да, я так понимаю? Да, получается, там больше идет газопроявление и обратный вынос на поверхность бурового раствора, который закачивался для скважины. Ну это ошибка, получается, буровиков. Мне как дилетанту так кажется, например, все, что вы говорите, если с такого специфического языка перевести на русский. На сегодня работа комиссии по расследовательной аварии продолжается. Кто ходит в комиссию? Комиссия, получается, создается в соответствии с законом о гражданской защите, там глава седьмая, если не ошибаюсь, создает уполномоченный орган в области промышленной безопасности. Получается, под председателем представителя уполномоченного органа в области промышленной безопасности. Но сейчас там находится первый заместитель Министерства энергетики Досмогомбедов, находится руководитель... Директор департамента? ...руководитель казвенной газа. Большая комиссия находится. Буквально сегодня мы были на брифинге и председатель комитета ЧАЭС заявил, что на сегодняшний день находится порядка 20 видов техники и 83 человека, чисто пожарная служба по локализации... И потушить не удалось. Не удалось, и с отраву везется большой комплекс, какой-то супермощный другой комплекс, и уже должен быть на месторождении, и уже принять меры по попытке по... Сегодня, опять же, смотрите, почему я считаю, что эта ситуация довольно опасная. В 13 часов сегодня, 30 минут, поступило сообщение, что огонь перекинулся на скважину номер 82-37. Это скважина, которую бурили, это вице-министр энергетики говорил, которую бурили, это не эксплуатационная скважина, она еще не дошла до своей проектной глубины, у нее была глубина проекта на 900 метров. Это что получается? Расширяется, что ли, площадь вот этого экологического бедствия, что ли? Нет, на самом деле, вот сегодня пожарная служба как раз сообщила, что площадь возгорания, она не квадратный километр. Меньше? Оно состоит буквально там 10, я точно не буду говорить, порядка 20 квадратных метров, и оно, пока площадь ее не увеличивается. И оно, значит, происходит от одного из грифонов. В одном только грифоне. В одном грифоне, то есть было 13, на сегодняшнем 5 только. Понятно, потому что остальные были локализованы, ну, в смысле ликвидированы. Так. 5 на сегодняшнем. Как может дальше ситуация развиваться? Что нам ждать? По данному вопросу оперативный штаб обдумывает, получается, ходы по ликвидации. Взорвать скважину, пишут по WhatsApp, взорвать скважину, чтобы ее потушить надо. Это вариант, нет? Это, наверное, какие-то... Ну, это, получается, на месте оперативный штаб ей будет решать, как будет эта вся ликвидация. Там разные способы. Получается, с 13 по 24 марта силами ТОСИБУ, и БКСИБУ, и нейтропользователя, были попытки по продавливанию, по закачке бурового раствора, но полжиственных результатов это все не дало. И, получается, 25 марта пошло горение одного грифона. Я помню, как в Мексиканском заливе разорвало дно океана, и потом такая катастрофа была, что уго-го. Но вы, самое главное, должны понимать, что нет проявления нефти. То есть, если было бы возгорание нефти, это было бы копоть и всем по-другому. На сегодняшний день идет только попутная вода наверх и газ. Идет возгорание газа. Надо локализовать горение газа. То есть, нефти там, нефтепродуктов нет. Что пишут эксперты? Например, есть такой Олег Червинский, известный журналист и аналитик, наверное, нефтегазового сектора. Он, кстати, выпустил книгу, в том числе, по нефти. Как пишет он, в Холл-Анью сдавал интервью, или там у него авторская колонка, я не знаю. Как предполагают некоторые специалисты, пожар начался не без помощи виновников аварии. И это, как ни парадоксально, хорошо. Ведь в таком случае вышедший на поверхность газ просто выгорит. Хуже было бы, если бы он накапливался и рванул в итоге. Последствия могли быть гораздо серьезнее. Сейчас все 13 образовавшихся грифонов глушатся специальным раствором, но пробуренная наполовину скважина, конечно же, безвозвратно утеряна. Что скажете? Причина возгорания грифона будет определяться комиссия. Работа комиссии продолжается. Объективная причина, наверное... Что он имеет в виду? Пожар начался не без помощи виновников аварии. Я понимаю, что этот вопрос может быть не к вам, но... Это что, выгодно поджечь, что ли? Или что? Чтобы быстрее все закончилось? Как это выгодно? На самом деле, горение усугубляет ситуацию. По сути, это не выход, естественно. И, возможно, оно естественное какое-то возгорание. Либо... Ну, это в любом случае комиссия установит. Сейчас сложно о чем-либо говорить. Как вы думаете, какой будет ущерб и какой штраф вы, экологи, выставите Мангастау Мунайгаз предприятию? Это, если не ошибаюсь, дочерняя компания Казмунайгаз. Ну, а часть Мангаста Мунайгаз владеют китайской компанией, да, СНПС, по-моему? Ну, Данил, знаете, ситуация продолжается, поэтому мы сможем почитать ущерб. Однозначно, безусловно, мы будем предъявлять ущерб по возмещению ущерба окружающей среде. Будет сумма. Более того, мы будем требовать рекультивации и восстановления до прежнего вида окружающей среды. И мы только сможем говорить о сумме только по итогам, ну, тщательного расчета и, в общем, локализации ситуации. Давайте послушаем нашего обозревателя. К нам готов подключиться Руслан Меликша. Руслан, я тебя приветствую. Что у тебя есть сказать по поводу аварии? Горит у нас Каламкас. Да, спасибо, Данил. Итак, уже несколько суток пожарные не могут потушить горение на одной из скважин месторождения Каламкас. Сейчас на месте работает комиссия, которая должна во всем разобраться. На место выехали представители КЧС, нескольких министерств и других госорганов. В связи с этим я вот о чем хотел сказать. Не секрет, что топливный энергетический комплекс является основой обеспечения страны не только энергоресурсами, но и деньгами. Ведь наш республиканский бюджет во многом зависит от нефтянки. А это и социальные выплаты, пенсии, стипендии, реализация различных масштабных госпрограмм и так далее и тому подобное. Нам жизненно нужны те деньги, что поступают от топливно-энергетического комплекса. А это значит, что мы дальше будем добывать черное золото, несмотря на разные аварии, выбросы и разливы. В конце концов, по сравнению с наполнением республиканского бюджета, всякие аварии на месторождениях – это мелочи жизни, не правда ли? Если только они не перерастут в какую-нибудь большую техногенную катастрофу. Не дай бог, конечно. А потому то, что сейчас происходит в Тубкараганском районе, нельзя назвать чрезвычайным происшествием. Такие были и раньше, и неоднократно. Просто про некоторые из них общественность не знала или узнавала с большим опозданием. Просто потому, что эти месторождения находятся далеко от населенных пунктов. Благо, сейчас есть гаджеты и мобильные телефоны, благодаря которым и удается узнать о ЧП. Вообще, добывать на больших расстояниях от сел и городов – это хорошо для нефтяников. Если что, я имею в виду такие вот аварии или разливы, то никто из посторонних этого не видит. Но это плохо для общественников и экологов. Они не могут оценить реальный ущерб для экологии. А ведь фонтаны, которые появляются во время нефти и газодобычи, вне зависимости от их типа, наносят колоссальный вред экологии близлежащих территорий. Да и вообще, любая добыча, транспортировка, хранение и переработка нефти и газа сопровождаются широким спектром потенциальных опасностей и рисков и негативными последствиями для окружающей среды и здоровья людей. Кроме того, открытые фонтаны являются наиболее сложными авариями в нефтегазовой отрасли. Для их локализации, тушения и устранения требуется привлечение большого количества техники, людских и материальных ресурсов. В общем-то, все это мы сейчас и наблюдаем на одной из квазан месторождения Коломкас. Конечно же, огонь погасят, правда, не знаю, сколько времени для этого понадобится. Виновников найдут. Хорошо, если это будут настоящие виновные в аварии. Кто-то заплатит штраф. Но меня вот что еще интересует. Ведется ли вообще мониторинг и подсчет этих аварий на месторождениях? Знает ли Минэнерго, сколько подобных случаев произошло за последнее время и какой совокупный ущерб они нанесли? У меня на этом все. Данил? Спасибо, спасибо большое, Руслан. Мне все-таки интересно, если честно, чья ответственность здесь присутствует. Вот давайте я у вас и спрошу, кто виноват, чья ответственность больше? Ну, вот сегодня у полномочного органа нам заявили, что с Кабдонсисказной газа нам сообщали, что согласно контракту, именно подрядчик, в данном случае компания Сибу, она несет бремя ответственности за все безопасность. То есть, в принципе, ответственность будет, скорее всего, у компании Сибу. Сибу. Да. Если посмотреть немножко шире, вот опять же ситуация-то началась не вчера. То есть, вот когда пошло это бурление, когда, ну, там, цементная вот эта вот, я уж не могу вспомнить, как она называется, в общем, ее прорвало, цементную кладку или как это называют, можно ли было что-то сделать, чтобы не загорелось месторождение? Ну, получается, с 13 марта по 24 марта, да, силами инженерной буровой компании Сибу, недропользователя, были попытки, да, по решению данного вопроса, ну, получается, промывка сквозна с утяжеленным буровым раствором, а также ремонт изоляционной работы. Ну, по факту, получается, эти работы не дали положительных результатов, и на 25 числа мы получили возгорание одного грифона. Все-таки это искра, может быть, или природная, что, как может сгореть? Ну, пока предварительно склоняемся к тому, что это, получается, естественно, получается процесс с трением горных пород, возможно, там появилась искра. Ну, более точно, подробно будет. Такие данные, возможно, установят и останавливают по итогам? Потому что сколько оно может гореть? Вы можете так сказать? Сколько такое месторождение может гореть? Ну, зависит от количества газа, который будет, ну, от объема газа, который присутствует в недрах и питает эти грифоны. Можно сейчас говорить, что это все локализовано, то есть все, дальше не пойдет? Или пока об этом говорить рано? Ну, получается, как коллега сообщил, из 13 грифонов, да, получается, сегодня только активными являются 5 грифонов. Из них там один грифон, там, получается, сильная интенсивность, три там средней интенсивности, а один грифон слабой интенсивности. Что по газу, да, можно сказать? По составу газа, который вырывается на поверхность сейчас? Ну, вы знаете, мы поизучили проектную документацию самой компании, и там содержание, ну, характерность содержания газа, это 93% это метан. Если, допустим, сравнить его с газом от Раусской области, то на большое содержание таких ядов, как сероводород, меркаптанов, что не присутствует, ну, как бы, по проектным данным, мы сейчас не увидели фактические объемы, но по проектным документациям, вот, 93% это метан, в принципе, не представляет такой большой угрозы. Вообще, ну, в целом, ситуация не, я бы не сказал, что критическая пола в экологической части, ну, какую-то серьезную угрозу для окружающей среды. Я сказал, что море достаточно далеко, в принципе, населенный пункт тоже. Ну, и, в принципе, на рабочей зоне мы замеряли атмосферный воздух, а, в принципе, так и не критическая ситуация. Кто будет платить за ликвидацию пожара? Опять государство, то есть мы, значит, прибыль им, а затраты нам. Ну, в принципе, мы уже сказали то, что ответственность будет лежать на китайской компании Сибу. Ну, согласно контракту. И штрафы вы будете выставлять тоже китайской компании Сибу? Ну, мы сейчас проверка покажет. Мы открыли проверку как на компанию Магастаму Найгаз, так и на Сибу. Проверка покажет. Но, вот, согласно нам, сегодня сообщили, что по контракту, как бы, все время ответственность на подрядной компании. Это Сибу, это китайская компания. Напомню, Коломка сгорит месторождение. И там, ну, чуть меньше, как оказались сейчас, меня поправили эксперты, не квадратный километр, чуть меньше. Сколько это? Половина, да, получается? Или сколько? Сколько там площадь? Точно сейчас неизвестно. Я сейчас точно не скажу, но порядка 40 квадратных метров. 40 квадратных метров. Итак, если подвести некий итог нашей беседы, что мы сейчас можем резюмировать? Какие выводы сделать на данный момент? Ну, на сегодняшний день надо локализовать ситуацию, ликвидировать горение. Сейчас пожарная служба кинула все силы. Я сказал, что с АТРАУ большие установки едут. И буквально сейчас, по-моему, должны были уже задействованы. Сейчас все силы должны брошены на локализацию. Вторая часть, это, конечно, расследование, причины установить, ну, и, соответственно, последствия какие для экологических, какой ущерб нанесен экологии и так далее. Когда у нас в последний раз такие случаи вообще были? Вот в истории, чтобы вот месторождение горело, и сразу с ним нельзя было справиться с этим пожаром. Вот сегодня наши коллеги из комитета промышленной безопасности как раз сообщали, что в 82-м году, в 80-х годах были такие же события примерно в этих же районах, ну, вот на этих же месторождениях. Были вот такие возгорания. Вы, кстати, будете как-то пересматривать свое решение по выдаче лицензии данной компании Сибу? Или есть ли основания провести такую работу? Или вы просто их оштрафуете, вот, например, в плане экологии и так далее? Получается, мы проверки осуществляем согласно проверочному листу и согласно, ну, на соответствие тем требованиям, которые установлены в этих проверочных листах. Здесь, получается, по результатам проверки будет определена ответственность и вина компании Сибу и недропользователя. И поэтому проверки будут приняты следующие меры. Я предлагаю еще раз посмотреть это видео. Это свежее видео с месторождения Коломкас. Пожарные пытаются потушить пожар. Это грифон, да, вот то, что сейчас мы видим. Это газовый грифон, так его называют, да? Это вот свежее видео с месторождения. И что нам пишут сейчас по WhatsApp? Какие в этом случае есть процедуры по определению ответственных? Что, если у нас сварщик был виноват в срыве сроков по ремонту НПЗ, то теперь буровик будет виноват? Ну, вот такой вопрос, не знаю уж. Так, всех под статью бездельники, как там, как можно было цементировать, если все вырвало? Ну, вот такой вопрос тоже есть. Так, кто бурил конкретно, мы уже решили, разобрались. А, вот привлекателей нет, кого-то из спецслужб соседей. Ну, спецслужбы, наверное, имеются в виду по пожаротушению. Что скажете? Да, вот, в принципе, коллега, наверное, подправит. Есть специализированная служба Акберен. Она специализируется именно по противофонтанным работам. И ее сейчас главная задача, это как раз-таки локализовать все вот эти грифоны. Это специализируется организация. Да, да, военизированная служба. Они уже на месте? Да, на месте они, получается, проводят подготовительные работы, получается, отсыпка дорог, подготовка площадки для, получается, ликвидации грифонов. Ну, да, инциденты у нас сложные. Они базируются в Мангоставу или в Атерау? Насколько я знаю, в каждой области, ну, в каждой инвестиционной области есть специализированная служба, получается, филиал. Цементную пробку прорвало, был ли цемент качественный, будут ли озвучены штрафы, в чей карман пойдут? Ну, тоже, если честно, мне, как дилетанту, сразу вопрос, если там неправильно зацементировали, был ли правильный цемент, я не знаю, правильный раствор и так далее. Ну, это, получается, все эти моменты будут установлены по результату. Сколько расследований может длиться? Только по окончанию локализации ситуации, потом уже будет расследование. Потом расследование. Ну, сейчас. Не получится так, что все там сгорит и все? Что сгорит? Ну, в смысле, ничего невозможно будет установить, в смысле, я имею в виду. Нет, получается, на местах всей работы будут проводиться в соответствии с проектом документации, будет определяться в соответствии с действием выборовой компании этим проектным документом. Ну, и напоследок, я, наверное, все-таки еще процитирую Олега Червинского, это известный журналист и, конечно, аналитик в сфере нефти. Вот смотрите, что он пишет. Извлекут ли уроки на будущее? Тоже вопрос спорный. Дело в том, что в ходе бесконечных реорганизаций структуру правительства, проходивших у нас последние десятилетия, самостоятельное природохадное ведомство Министерства окружающей среды и водных ресурсов было упразднено в августе 2014 года, а его полномочия переданы никому-нибудь в Министерство энергетики, то есть в Министерство, с которого спрашивают за новое бурение, георазведку и объемы нефтедобычи. И тут уж так, либо нефть, либо экология. Для меня это, если честно, тоже не совсем понятно. Понятно? Ну вот так, не те вопросы про Каламкас. Пишите еще у нас буквально немножко времени, осталось зададим правильные вопросы. Будет ли у нас отдельное Министерство экологии после этого случая? Ну вы знаете, если посмотреть в контексте данного события, то в принципе я думаю, что здесь экологическая безопасность, но наши вопросы они как бы следствия. То есть изначально, конечно, вопросы уполномоченных органов вроде нефти, газа, в принципе, какая там работа проводится. То есть здесь я больше, ну нельзя этот вопрос акцентировать тому, что вот мы не являемся отдельным ведомством, и какая-то проблема с этим связана. Спасибо, спасибо большое. Да, мы сегодня наносили некоторые, проясняли некоторые вопросы по поводу чрезвычайной ситуации, которая сейчас происходит на месторождении. Каламкас горит месторождение, его пытаются потушить. Ну, я не прощаюсь с вами, встретимся завтра, программа на сайте inbusiness.kz.